Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 февраля и вот как всегда, встав утром пораньше, я зашла на свой канал YouTube и сейчас быстро пробегусь, отвечу на некоторые вопросы, которые пришли от зрителей на моем канале и пообсуждаем тему, которую я вчера выложила, выращивание, получение раннего урожая, выращивание томатов в 5-литровых баклушах, потому что тут пришло очень много от зрителей различных идей, я хочу пообсуждать с вами, поделиться своими впечатлениями об этом. Вот открывая свои комментарии, я сразу вижу, как у вас можно купить семена. Еще раз повторяю, что вот здесь я только обсуждаю и в комментариях к видео я не буду рассказывать, как купить семена. Для этого пишите или на почту, или на страницу в Одноклассники, или ищите видео, есть на канале, как заказать семена, прям в поисковик введите и там все объяснено. Потому что я здесь не буду тратить время, тем более уже скоро прием заказов заканчивается. Сейчас мы все настроены только на посев, на выращивание рассады. Так, вот пишет Елена Комкова, что буду пробовать выращивать арбузы вместе с вами, жду и не дождусь обучающих видео. Но про арбузы еще рано, про арбузы мы будем начинать в марте только разговаривать. Сейчас пока что про выращивание супер ранней рассады томатов и про посевы перцев. Вот Галина пишет, спасибо большое, живу почти на северном Урале, климат похлеще, чем у нас. Посоветуйте, какие сорта для теплицы без проигрыша, на то набираю кучу сортов. Вы знаете, Галь, это же зависит от того, какие вы будете выращивать. Вот некоторые выращивают в теплицах только индотерминатные сорта. Некоторые выращивают в теплице только для получения раннего урожая. Вот всякие низкорослые, скороспелые. Я выращиваю в теплице, в самый первый посев, половина будет низкорослых, половина индотерминатных. И для того, чтобы, я конечно сейчас не буду перечислять все сорта, я уже рассказывала, поищите видео на эту тему. У меня там есть и график посева, где я называю все сорта, которые я в теплице выращиваю. И схема посадки, где я показываю, какие сорта выращиваю. Вот в таких вот, так в комментариях, печатать такой огромный текст я, конечно, не буду, у меня времени нет. И рассказывать вот в ответах на вопросы, это тоже, это отдельная длинная тема. Но поверьте, все это уже есть. Просто назад немного отмотайте. Я перед тем, как готовиться к посевам, я рассказывала все-все-все. Какие сорта, для чего, сколько маленьких у меня, сколько высокорослых. Так, вот Татьяна Блохина тоже пишет, спасибо, поищу. Вот когда я рассказывала, что суперранний урожай томатов, только что я рассказала, какие я буду сеять во время посевов. Я посеяла, назвала все сорта. Тут же на следующий день, если приходят вопросы, я вот помню, что она спросила, назовите все сорта, вот все по очереди, какие вы сеяли. Если я только что вчера это говорила или позавчера, я повторять не буду, потому что это очень удлиняет, вот это видео. Ищите предыдущее видео. Если я уже сказала, что я посеяла, это однозначно, я назвала все сорта, все уже рассказала. Пишет Наталья Крюкова. Я тоже заказала у вас эти супер... Я бы тоже заказала, не могу вас тут там найти. Ссылку на страничку свою оставили, пожалуйста. Ищите видео, есть видео, как сделать заказ или как заказать томаты. Там все, и адрес электронной почты, и все есть. Немножко полистайте, посмотрите. Так, вот пишет Марина Гончарова. Можно по одному томату сажать, попробую, но это для очень раннего урожая, про баклажки. Я вот про это и говорила, что много томатов мы так не сможем вырастить. В прошлом году у меня было всего три вот этой баклажки пятилитровой. И это именно вот с этих трех емкостей у меня там поспели самые первые помидорки. Конечно, это не для массового выращивания, но это все понимают. И я еще раз повторяю каждый раз, что это только вот ограниченное количество. Кто-то две помидорки вырастет, кто-то пять, кто-то, может быть, захочет десять. Но больше никто не сможет вырастить, потому что это, конечно, трудоемкий процесс, переваливать по четыре раза. Так, пишет Марта Светличная. Спасибо, Ольга. Думаю, в открытый грунт высаживать сразу в подготовленные емкости, уже проделав в них отверстия. Так, вот про то, что как на этой, на приступочке я выращиваю, пишет Кевин. Интересная идея. Тепло от теплицы ночью, видать, помогает томатам расти. У меня в этом месте немного старых досок лежит. Хочет, наверное, сделать. Вот пишет Верутца. Что это такое? Я не знаю. Про банановые ноги. Какие они? О чем этот ролик? Но этот вопрос я не знаю, зачем задают, потому что каждому видео, сейчас я вам объясню, о чем этот ролик, каждому видео я пишу описание. И вы, чтобы отсортировать, какой видеоролик вам нужен, а какой, может быть, вам совсем не нужен смотреть, вы сначала прочитайте описание к видео, и потом выберите, стоит ли вам смотреть. Вот к этому видео у меня в описании сразу написано, что в этом ролике нет никакой темы, нет никаких ответов на вопросы. Просто я хочу со зрителями пригласить их на диалог, пообмениваться комментариями, кто выращивал банановые ноги, кто не выращивал, кому понравилось, кому не понравилось, потому что идет очень мастеровная реклама. И вот я вам отвечаю, что прочтите описание к видео, и там написано сразу, что ролик ни о чем, просто информация для размышления. Кому интересен этот сорт, и кто-то хочет, например, побеседовать на эту тему, он посмотрит и свой комментарий напишет. А вам, возможно, раз вы спрашиваете, о чем этот ролик и ничего не поняли, значит, он вам был не нужен. Но для того, чтобы не тратить свое время, нужно читать описание к видео. Я описание к видео пишу очень подробно. Иногда достаточно прочитать это описание, можно даже видеоролик не смотреть, потому что там почти все изложено, то, что я показываю. Так, вот пишет Марина. Пока семенцы находятся в этом ящике до пикировки, нужно ли подсыпать землю, типа окучева, или растут с голыми ножками? Это вот про пятилитровые баклуши. Да, я досыпаю, добавляю немножко, с голыми ножками они не растут. Именно я вчера про это и говорила, что именно добавляя грунт и досыпая, мы увеличиваем постепенно корневую систему. И вот смотрите, когда высаживаем весной, и многие говорят, что если делаешь большое заглубление, томат начинает наращивать корневую систему, то он останавливается немного в росте, что это тормозит рост и что урожай будет попозже. Вот здесь мы делаем то же самое, но нам это торможение роста идет в плюс. То есть мы наращиваем корневую систему, немного тормозится рост рассады, и поэтому мы выигрываем дважды. Рассада не вымахивает, она немножко тормозится. То есть не увеличивается верхняя надземная часть, а увеличивается корневая система. Нам и первое, и второе идет только в плюс. Корневая система большая, а вот это вот не вытягивается вверх. Ну, кто там, стебель, листья. Поэтому да, все почти подсыпают землю, все немножко заглубляют. Вот в этом и принцип, что она потом будет сильнее, потому что у него уже готовая, увеличенная корневая система. Синий единорук пишет. Я уже два года семена по две штуки томата сразу сажу в стаканчик 200 грамм. Семена не замачиваю, полив розовой марганцовкой, но это все, как я тоже так делаю. Земли в стакане пол, половина стакана. Потом слабый росток удаляется, он делает выбраковку. И по мере роста томата землю подсыпаю до верха. Закисания земли нет, образуются корни постепенно, в том числе и на стволике. Потом перевалка в стакан 0,5 или в... Сейчас посмотрим, куда он переваливает. В 1 литр. К высадке уже цветут. Вот это как раз все самое то, вот о чем я вчера пыталась рассказать в ролике, как супер ранний урожай томатов. Что сразу в большой объем почти никто не высаживает. Кто понимает. Вот видите, он высаживает стаканчик, да еще полстаканчика, чтобы ком земли был не очень большой. И вот он пишет, закисания земли нет, потому что по мере взросления он земли добавляет. И как раз он и увеличивает корневую систему, в том числе на стволике. И корень... Ой, это... Растение взрослеет и получает все больше, больше земли. Как только он видит, что она выросла, переваливает уже в пол-литровый стаканчик. Или в литровый. Вся та же схема, как раз вот и я выращиваю точно по этой же схеме. Все это правильно. Вот я поставила, что очень хороший ответ. И вот для тех людей, кто может быть в моих видеороликах что-то недопоймет, вот эти комментарии такие вот, которые на личном опыте у вас основанные, немножко может быть по другой схеме. Но тот же самый рабочий принцип, может быть остальные люди поймут, вот собрав все эти комментарии, прочитав, как я говорю, пазл сложится, что не обязательно делать вот так, можно делать вот так. Но принцип один и тот же. Чем больше растения, тем больше добавляем ей земли, потом переваливаем, увеличиваем корневую систему и получаем здоровое взрослое растение. Так, Наталья Петрушина пишет. Ну тут это вот не очень, ну такой, про неудачный опыт. В открытом грунте прекратила сажать. По 20 ветер выносили на помойку по чернякших томатов. Никакие опрыскивания, ничего не помогало. Большая влажность, обильные холодные росы. Но если... Ну тут я не буду сейчас начинать углубляться. Тут нужно или как-то раньше высаживать, чтобы более взрослую рассаду. Вот как я сею очень-очень рано. И обычно, что до таких вот, до похолоданий, вот когда росы начинаются, туманы, то у меня уже почти весь урожай собран. Но я вдаваться не буду, потому что не знаю конкретно вот в ваших условиях, может быть, действительно там, что так плохо, что только в теплицах. Марина Котвицкая. Да, удобно, но давайте сообща дорабатывать. Да, да, вот это мне, кстати, очень понравился. Вот такой подход. И вот сейчас каждый у нас, кто когда-то это делал, он немножко свою вот такую копеечку в нашу копилку вставит. И мы вот этот метод, который в пятилитровых баклушах, наверное, доведем до совершенства. И на будущий год уже можно инструкцию издавать, как вырастить вот в больших таких объемах для суперраннего урожая. Пишет, давайте сообща дорабатывать, Марина. Например, на бутыле делаем продольные разрезы, склеиваем скотчем, используем тонкий сноутбор, как вкладыш, чтобы не рассыпалось. И вытащил из емкости, не разворачивая, и посадить. Земляной ком не обсыпается, и корни через него прорастают. Вот это очень интересная идея, что именно в мешочке из ноутборда туда посадить, ну, из нетканки. Корни-то, конечно, пройдут туда. И вот такую идею, что разрезать на две части и скотчем временно слепить вот эту вот баклушку, а потом снять как с кролупу у грецкого ореха. Тут высказали очень много, это очень интересная идея. Мне еще понравилась идея про ведра, посадить ведра в эти, в офисные. Но, если честно, я не представляю, как они выглядят, что это такое, написано в светофоре, по 32 рубля продаются. Я не знаю, есть ли у нас в городе магазин светофор. Наверное, есть, надо съездить, посмотреть. Вот мне понравилось вот это вот и про офисные ведра, что они уже с дырками. Так, пишет Наталья Шульгина. Почитала комментарии все, пришла к такому выводу. Вот эти 5-литровые бутылки можно распилить, разрезать вдоль совсем. Ну, то же самое, да, перед посадкой смотать скотчем. Растут до нужного времени, когда будете высаживать теплицу, разрезать скотч, бутылку снять. Вот как говорится, что умная мысль пришла не в одну голову. Вот я уже читала несколько комментариев. Один это посоветовал, потом другой, потом третий. Люди, которые живут в разных частях нашей страны, они, посмотрев мой видеоролик, придумали одну и ту же хорошую, вот такую практическую идею, про которую я уже тоже думала, что, ну, про этот грецкий орех, что раз убрать, как скорлупку. Так, пишет Оля, когда вы начинаете принимать заказные семена, я вам скинула адрес электронной почты, здесь не будем тратить времени на семена. Я уже все вся в посевах, вся в растениях, здесь мы только о растениях говорим. Так, кто же купила банановые ноги, 120 рублей. Ну, тут хотела с вами еще поделиться. Вчера или позавчера пришел комментарий про банановые ноги. Все нормальные люди пишут или, вот мне понравилось, мне не понравилось, у меня хорошее, мне нехорошее. А одна заверительница написала, вы, как же, Танечку не трогайте, вы ей завидуете, потому что у вас не получается так, как у нее. Мне так интересно, мне, я ей ответила, что мне завидовать Танечке, повода нет. У меня нет интернет-магазина, у меня нет желания продавать семена по 100 рублей пачки, у меня нет вообще повода, мы вообще с ней разные. У нее это работа, а у меня это хобби. Я лучше сяду, лишнюю статью в журнал напишу или какие-то вот сделаю такие обучающие уроки, чем буду сидеть рекламировать вот семена. Я даже, вы видите, что даже продавая свои семена, это у меня не основное. Я вот сейчас даже про заказы семян стараюсь не говорить, потому что мне главное лучше вот про технологию посадки. Мне больше к этому у сердца лежит все. И когда мне пишут, что я завидую Танечке, во-первых, я даже имя ее не произнесла в этом видеоролике, если кто смотрел, видел, я никогда не говорю, что вот Танечка такая нехорошая, а я хорошая. Мы все люди разные, у каждого свое. То, что Танечка зарабатывает деньги, ну это, наверное, правильно. У нее, наверное, она еще молодая, у нее есть дети, которых надо кормить. А у меня это уже просто хобби, просто мое увлечение, мое вот такое любимое занятие, которое больше все-таки с просветительской целью, а не с целью там рекламы, продажи всего. Так что, если кто-то думает, что я завидую Танечке или Ванечке, нет, никому я не завидую. Я состоявшийся человек, прожила жизнь прекрасную, все, что я хотела, я уже заработала и достигла, а теперь занимаюсь своим любимым делом. А вот, кстати, пишет Светлана Харитонова, Оля, не слушайте глупых людей, это я про кошельки. Мне кошелек не надо набивать, у меня уже все есть. Мы просто немного учимся у вас. Вот это действительно так. Вот, смотрите, пишет Тамара Церковная, Оля, а можно супер ранние томатики посадить в теплицу, например, как планируем в апреле, и укрываем их двойным укрытием. Ведь на улице в тоннелях уже в марте сидят. Но это для того, чтобы с пятилитровыми не таскаться по автобусам и все. Да, смотрите, Тамар, можно, конечно, посадить в теплицу, их укрыть, но дело в том, что это каждый делает так, но как ему позволяют условия. Естественно, если вам с пятилитровыми неудобно таскаться, конечно, вам удобнее высадить в стаканчиках, все равно они, ну пусть там позже на две недельки вырастут, все равно будет ранний урожай. Если посеять пораньше, высадить пораньше, а вот это с пятилитровыми баклушами, это я рассказываю, что у кого есть желание, у кого есть время, у кого есть условия, это мы просто улучшаем условия для выращивания вот этой рассады для суперраннего урожая, для того, чтобы они все-таки не были угнетены. И вот такие, мы их выращиваем-то всего по несколько штук, и вот такие томаты, они все-таки все равно пораньше тех, которые растут в обычных условиях, а потом, ну высаживаем в теплицу, укрываем. Конечно, основную часть я тоже так высаживаю в теплицу, потом укрываю пленочками, дуги, если сильно холодно. Все мы так выращиваем. А про пятилитровые табаклуши, это уж так, это, как говорится, у кого хочется, желание лишнее время потратить на них. Так, нигде не нашла, пишет Светлана Василевская, томат, петруша и огородник. Очень хочу купить этот сорт. Может, есть у вас как с вами связаться, но пишите все на почту или на одноклассники. Так, пишет, вот смотрите, Любовь Хоминог пишет, и мне очень-очень часто это пишут. Удивляюсь, когда вы все это успеваете делать с таким огромным объемом посадок. Но я один раз отвечала уже, сейчас скажу еще раз. Во-первых, я все планирую, у меня все-все по плану, я заранее все планирую, все расписываю. Потом, во-вторых, я ведь не со всеми томатами пестуюсь так, вот как я рассказываю про ранние урожаи. Это вы сейчас смотрите для получения раннего урожая. У меня все томаты делятся на группы, которым я уделяю, одним я уделяю очень много времени, жду от них большой отдачи. Другим я уделяю меньше времени, стандартный уход. И есть группа, которым я не уделяю времени вообще. Я ведь выращиваю и по принципу посадил, и забыл. Посмотрите прошлогодние, позапрошлогодние видео. У меня половина участка посажена или на грядках ленивках, или просто без подвязки, без посынкования. Я один раз их высаживаю и даже не делаю прополку, потому что они заполоняют, всю землю застилают, и трава там даже не растет. И поэтому вот такие способы разделения, то есть применение различных способов высадки, различных вот этих методов, оно позволяет мне увеличить количество, но не увеличивая время трудозатраты мои. Кому-то я даю много, а кому-то вот, например, половина всего этого томата населения у меня вообще без ухода. Просто как выбираю такие неприхотливые сорта, которые можно вырастить, посадил и забыл. Вот у меня демидов вообще просто растет в развалку. И получаются такие же огромные розовые вкусные плоды. Он позволяет выращивать себя и загущенно, и без подвязки, без посынкования, без ухода. Если томаты позволяют это делать, почему бы так не сделать? Надо пользоваться этим. Юрий Космонат спрашивает, как вы боретесь с конденсатом? Ну никак, просто проветриваю, у меня двери все лето открыты, и когда особенно ветреная погода, там проветривается, все прекрасно. Никогда нет конденсата. Конденсат только есть весной. Вот когда ранняя-ранняя весна, ну что делать? Иногда падают капли, да, и белые пятна появляются на томатах. Ну потом они наращивают новые, вот эти зеленые листья, а эти просто потом обрезаю вместе с посынкованием, и все. Так, пишет Тамара Ильина, как здорово, что вы вовремя показали это видео, это про супер ранний урожай, как я вам благодарна. Тоже захотела нынче посеять рано томаты, всего 11 росточков. Думала, думала, что делать с этим видео, если у меня вымахают, а я ничего из них не получу. И вот это видео мне помогло. Вот я специально и сняла вчера это видео, потому что я понимаю, что если вот кто начинающий, новичок, конечно, всем хочется получить ранний урожай, посеять рано это не проблема. Просто некоторые потом не знают, а что дальше с ним делать? Он же начнет разрастаться, он начнет даже иногда заваливаться. Вот поэтому я вчера и сняла, и сказала, что это только для маленького количества, вот как девушка посадила 11 росточков. Это вполне достаточно. Если вы удачно вырастите, то с этих 11 росточков можно первое время получать хорошее количество на салаты, вот там детям, вам. Так, про дно вставное и выдвижное. Хотела дойти до этого, до офисной корзины и не могу. Вот пишет, странный комментарий прочитала Марина Скрипченко. Так жутко начали, юлите туда-сюда, как бы чего лишнего не сказать, не говорите, а просто расскажите, покажите, как делаете вы. Вы, я и показываю, как делаю я. Я вот и пишу, что Марина, я не Юлю, я стараюсь просто контролировать все сказанное, потому что многие, особенно новенькие, воспринимают все по-своему, каждый воспринимает по-своему. Некоторые повторяют, не обдуманно, не подумав. Очень часто совершают ошибку. И поэтому я не хочу, чтобы вот этого происходило, разочарований. И говорю с осторожностью, потому что сколько раз уже вот скажешь иногда, вот надо, я сею вот так-то, и некоторые думают, что надо всем сеять в эти сроки. Я и говорю, что это не для всех, что опытный человек, он поймет, что я вот сейчас сею перец, что сею только для раннего урожая часть, что только для теплицы. А новичок, может, подумает, который первый раз, что так и надо, и сделает. И вообще слово Юлю тут не подходит. Но я понимаю, что Юлю человек, который совершил какое-то противоправное действие, хочет уйти от ответственности, или хочет там соврать, какую-то выгоду себе поиметь. Я не Юлю, я просто боюсь, как бы кто-то не сделал ошибки, посмотрев мое видео, я забочусь о последствиях, о своих новеньких начинающих. А вам с таким отношением, раз вы думаете, что я Юлю что-то тут скажу, ну вообще лучше не надо, заходить тогда сюда. Так, лучше канистры, бутылки и емкости использовать только для выращивания рассады, Валентина Коновалова пишет. А потом пересаживать из них в грунт. Проверяли хоть какие дырки делать, все равно растение хуже развивается. Тоже выращиваем каждый год по 5-10 штук в большом объеме, очень здорово получается. Вот я говорю, что последние годы многие стали выращивать вот в таких больших. Я в этом году, вот в том году я с этими, с ведерочками немножко как лоханулась, как говорится, я в этом году купила специальные ведерки такие пластмассовые, у них тоже 5-литровый объем, они вот продаются в месте где все эти полторашки продают, ну для таких, ну наверное для майонезов, чтобы майонез разливать или что. Такое же как майонезное, оно легкое, тонкое, но оно не литровое, мы майонезные покупаем килограммовые, оно 5-литровое. И в прошлом году я выращивала, огород на балконе показывала, вот томатики, и в этом году хочу попробовать, купила всего 3, по-моему, ведерка, и хочу все-таки, да, вот так же, для выращивания использовать, а потом раз и вытащить. Оно удобное, оно такое же, как стакан, но большое. Я думаю, что раз, вверх ногами перевернуть, оно вытряхнется, и поставить без него в грунт. Но буду пробовать и в 5-литровой баклушке, и в таком ведерке, и еще хочется вот дойти до офисного ведра, хочу еще в офисном ведерке попробовать. Но я не знаю, что это такое. Не могу дойти до офисного ведра, где она? Вот пишет Наталья, спасибо за долгожданное видео. У меня многие спрашивали про эти 5-литровые баклушки, потому что некоторые слышали, но точно не знают, что как делать. И хотя бы кто-то, вот, например, может быть, избежит моих ошибок, посмотрит, что без дырок на боковых стенках, и если вы не будете вытаскивать, то растения все-таки угнетаются. Вот тоже самое, смотрите, что я говорила. Татьяна пишет, можно заранее разрезать по высоте с двух сторон, обмотать скотчем. Я не буду все это повторять, потому что это уже предлагали, так как многие люди до этого додумали, значит, надо попробовать такой метод. Наверное, это... Так, такие корзины прослужат не один год. Это вот про корзины, но... Ладно, все... А, вот, Людмила Селезнева. Знаете, сажают в офисные мусорные ведра, которые все в дырках. Пока помидорки растут дома, ведро заматывается скотчем, а перед высадкой в грунт скотч снимают. В этом году буду пробовать этот метод на нескольких томатах. И вот я про эти мусорные, эти офисные ведра посмотрела, что можно и не заматывать скотчем, а как вот вверху там предложила одна зрительница, просто сноутборд внутри, наверное, постелить, засыпать туда земли, тогда не нужно мучиться со скотчем, посадить туда, а потом через эту нетканку корни в земле все равно, наверное, разойдутся по сторонам. Ну все, на этом мы закончим. Тема очень интересная, вот выращивание в больших объемах. Интересна она тем, что она дает нам возможность получить вот супер ранний урожай. Я уверена, что если вот кто будет выращивать вот так рассаду, получит самые-самые первые помидорки, именно выращенные этим методом, этим способом. Но доживем до весны, до лета, посмотрим все. Всем удачи в новом сезоне. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если у вас еще есть какие-то интересные методы, что можно использовать в качестве вот такого вот тары для выращивания, вот это пишите.